Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Минакова и сайт Photoshop Master.ru. Это третья заключительная часть урока под названием «Уехал славный рыцарь». Мы продолжаем. Я нахожусь на слое «Флаг для рыцаря» и будем корректировать флаг. Затемняем его, корректирующий слой уровня, нажимаю на значок обтравочной маски и затемняю. Теперь выберу мягкую круглую кисточку. Непрозрачность небольшая, где-то процентов 10. И немного сотру вот это вот затемнение вот с этого места на флаге, там где он непосредственно крепится к древку. Чуть-чуть совсем. Еще затемним и немного подкорректируем красный цвет с помощью корректирующего слоя «Выборочная коррекция цвета». Нажимаю на значок обтравочной маски и в красных корректирую цвет. Затемняем флаг в местах, где он отбрасывает тень. Я создаю корректирующий слой уровня, нажимаю на значок обтравочной маски, затемняю. Маску инвертирую Ctrl-I и проявлять этот слой буду только в местах тени. У нас светит солнце, которое просвечивает наш флаг насквозь. И вот в таких местах флаг как бы сам на себя отбрасывает тень. Часть, которая находится ближе к источнику света, отбрасывает тень на ту часть, которая находится под вот этим вот лепестком флага. Немного повыше непрозрачность кисточки. Вот тут немного затемню. Таким образом мы дорисовали тень на нашем флаге. Добавляем теплый оттенок с помощью корректирующего слоя цветовой баланс. Нажимаю на значок обтравочной маски и добавляю теплые оттенки, красные и желтые, в соответствии с освещением на нашей работе. Добавляем на флаг тоже стиль слоя, как и на рыцаря мы добавляли. Перехожу на сам слой флаг для рыцаря. Два раза кликаю, вызываю стиль слоя. Стиль слоя внутренняя тень. Выбираем цвет FDEBC8. Режим наложения. Выберем жесткий свет. Галочку с глобального освещения я снимаю. Угол 145 градусов. Смещение 4 и размер 5. Непрозрачность. Вот так вот где-то 87%. Мы добавили освещение на наш флаг. Тоже превращаю стиль слоя в отдельный слой. Нажимаю на правую кнопочку мышки образовать слой. Перетаскиваю слой наверх. Располагаю над всеми слоями, которые относятся к флагу. Добавляю слой маску на этот слой. Выбираю кисточку круглую мягкую 100% непрозрачность. И уберу воздействие этого слоя с самого флага. Оставлю только на древке. Добавляем слои для затемнения и осветления. Как обтравочная маска. Затемнение. Режим наложения и умножения. И осветление. Режим наложения. Выберем осветление основы. Затемнение. Нарисуем тень на древке от руки. Выберу цвет прямо с руки нашего рыцаря. Понижаю непрозрачность кисточки. И рисую тень. На древке. Перейду на слой внутренняя тень. Вот на этот слой. И по маске еще сотру вот это осветление непосредственно тут под рукой. Потому что тут должна быть тень от руки. Опять перехожу на слой затемнения. Понижаю непрозрачность кисточки. Перехожу на слой осветления. И мы дорисуем осветление на флаге, который пронизывает, просвечивается вот этим вот нашим светом. Материя, которая просвечивается насквозь светом солнечным. Я выбираю цвет. Примерно вот такой возьму цвет. И дорисовываю вот это вот освещение на нашем флаге. В местах, где он может быть освещен вот этим вот светом. Я не затрагиваю те места, где у нас находится тень. Освещаю только флаг. У древка я не рисую это освещение. Сам флаг. Таким образом мы дорисовали вот это вот просвечивающееся освещение на нашем флаге. Перейду на слой затемнения и немного еще дорисую тень вот в этих местах. Выберу цвет. Непрозрачность пониже, где-то 4%. Совсем немного дорисуем. Тут вот тень. Добавим небольшую. Таким образом у нас получилось вот такое вот освещение нашего флага. И создаем группу рыцарь. Я нахожусь на нижнем слое, на слое флаг. Зажимаю shift. Кликаю по самому верхнему слою. Я выделила все слои, которые относятся к рыцарю и флагу. Ctrl G. Образовалась группа рыцарь. Переходим на слой дорога. Тут я создала три новых чистых слоя. Два слоя для тени и слой для пыли. Режим наложения для слоя тень умножения. Для одной тени, для второй. И слой для пыли. Режим наложения обычный. Слой для тени. Выбираю цвет. Чуть более темный возьму цвет. Вот такой примерно. Открываю группу рыцарь. Нажимаю control и кликаю по иконке слоя рыцарь. У нас стало активное в отделении. Нахожусь я на слое тени 1. Выбираю инструмент заливка и заливаю. Control D. Сняли выделение. Control T. Вызываю трансформацию. Отражаю по вертикали. И будем немного искажать эту тень. Выбираю искажение. И искажаю тень. Примерно вот таким образом. Теперь еще будем немного корректировать ее. Этот слой будет у нас для тени от крайней левой ноги. Продублирую этот слой. Control J. Как обтравочная маска. Этот слой у нас будет для вот этой вот крайней правой ноги. Продублирую еще раз. Control J. Как обтравочная маска. Сейчас мы к этому третьему слою еще доберемся. Я пока выключу видимость вот этих двух копий. Нахожусь на самом слое тень 1. Выберу инструмент ластик. Круглый, жесткий. Вытру вот эти вот. Ноги они мне не нужны. На этом слое у нас будет тень только вот от этой левой ноги. Включаю видимость второму слою. Тень 1 копия. Вытираю лишнее инструментом ластик. Этот слой у нас будет вот для этой ноги. И включаю видимость третьему слою. Тут у нас будет совсем небольшой фрагмент. Вот тут вот на краю нашей работы. Выбираю инструмент ластик и вытираю лишнее. Вот таким образом мы добавили тень. И теперь все эти три слоя я могу слить в один. Я нахожусь на верхнем слое. Тень копия 2. Нажимаю shift. И выделяю все вот эти три слоя. Ctrl E. Возвращаем режим наложения. Умножение. И немного размоем. Фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. Примерно вот так вот. 1-2 пикселя размытия добавим. И теперь выберем инструмент размытия. Интенсивность 100%. И еще добавим размытие в дальней части. Вот эту часть можно еще сильнее размыть. Таким образом мы добавили тень. Можно немного понизить непрозрачность. Перехожу на слой тень 2. Режим наложения и умножения. И тут мы будем дорисовывать более плотную контактную тень от копыт. Непосредственно на основании. Тот же самый цвет. Непрозрачность кисточки повышаю. Мягкая круглая кисточка. И дорисовываю более плотную тень под копытом. Таким образом немного продлеваю ее. И тут тоже самое. Мы дорисовали тень от лошади. Переходим на слой пыль. Выбираем цвет. ЕА, ДБ, ДА1. Выбираем кисточку тумана. Из которой мы будем создавать пыль под копытами лошади. Настройка кисточки следующая. Интервалы 25%. Галочка в динамике формы. Колебания размера 30%. Колебания угла 100%. Непрозрачность кисточки я понижаю где-то до 70%. Уменьшаю диаметр. И дорисовываю пыль под копытами нашей лошади. Добавляем слой маску на этот слой. Та же самая кисточка. Непрозрачность немного понижаю. Чёрная кисть. И убираю лишнее. Чуть-чуть ещё повышу непрозрачность кисточки. Таким образом добавили пыль под копытами лошади. Закрываю группу дорога. Под группой гора справа создаём новый слой для тумана. Создадим сразу два слоя. Слой туман 1. Выберем кисточку тумана. Ссылка на эти кисти есть у вас в материалах к уроку. Непрозрачность кисти 100%. Выберем цвет. Прямо с нашего неба. Выберем вот такой самый светлый цвет. Поверну кисточку, чтобы она полностью поместилась на нашей работе. Вот таким образом вертикально ставлю отпечаток. Ctrl-T вызываю трансформацию. Поворачиваю её и располагаю позади рыцаря. За горой, за нашим замком. Таким образом добавляем туман на дальний план. Перехожу на второй слой туман 2. Выбираю ещё одну кисточку тумана. Ставим отпечаток. Ctrl-T вызывает трансформацию. Располагаем этот туман примерно вот так. И немного понизим непрозрачность этому слою. Где-то вот так 57%. На самом верху работы создаём новый слой для рефлексов. Режим не меняем. Режим обычный. Кисточка круглая, мягкая. Непрозрачность где-то процентов 10. И прорисуем рефлексы по границам всех наших элементов. Таким образом объединяем их с фоном. Нажимаю Alt. Вбираю образец цвета с фона. И вот таким образом пройдусь по границе наших элементов. Продолжение следует... Таким образом мы добавили рефлексы на нашу работу. Создаём слой для виньетки. Выбираем инструмент прямоугольную область. Растушёвка 70 пикселей. Цвет чёрный. Создаём выделение. Ctrl-Shift-E. Инвертировали выделение. Выбираем инструмент заливка. И заливаем. Ctrl-D. Сняли выделение. Режим наложения для этого слоя. Выберем перекрытие. Переходим к окончательной цветокоррекции нашей работы. Создаём корректирующий слой карты градиента. Выберем фиолетово-оранжевую карту градиента. И режим наложения для этого слоя мягкий свет. Понижаем непрозрачность этого слоя. Где-то вот так до 10%. Создаём сводный слой. Ctrl-Shift-Alt-E. Добавляем резкость на нашу работу. Фильтр. Другое. Цветовой контраст. Радиус 1 пиксель. Режим наложения. Перекрытие. Мы добавили резкость на нашу работу. Урок закончен. Мы создали красивую картинку с рыцарем, уезжающим на турнир. В этом уроке мы много поработали с инструментом штамп, чтобы избавиться от нежелательных деталей. Подкорректировали все исходники с учётом тёплого освещения. И прорисовали свет и тени от источника света. С вами была Елена Минакова и сайт Photoshop Master.ru. Всего хорошего!